Аллилуйя День настанет, когда я увижу Тебя, Благодати явишь мне, Все величие невест Унесет страхи всех, Все объявлющий Твой свет. Буду я в Твоей любви Вечно так свободе жить. Там, где город золотой И в присутствии Твоем Все творенье лишь Тебе полупоет. Нет плача страданий, Нет боли, Ведь я сейчас в Твоих руках. Нет смытам болезней, Нет страха, И я сейчас в Твоих руках. И я сейчас в Твоих руках. И я сейчас в Твоих руках. Не устану прославля, Наде этой славы я Буду верить до конца. Без насилия и вой, Мирно так живу с Твоей, Все творенье лишь Тебе полупоет. И я сейчас в Твоих руках. И я сейчас в Твоих руках. И я сейчас в Твоих руках. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Сердцем всем своим Буду в вечности, Богу славу воздавать. Субтитры создавал DimaTorzok Как воздух для меня Твоё присутствие в сердце моё Как мой насущный клей Как мой насущный клей Слово моё Пришедшее И я Я жажду Тебя И я Потерян без Тебя Как воздух для меня Как воздух для меня И в Твоём присутствие в сердце моё Как мой насущный клей Как мой насущный клей Слово Твоё Пришедшее Про мне И я Я жажду Тебя И я Я Потерян без Тебя И я Я Я Я жажду Тебя И я Потерян без Тебя Потерян без Тебя И я И я И я Я Я жажду Тебя И я И я Я жажду Тебя И я Я жажду Тебя И я Прошусь Тебя И я И я Я жажду Тебя И я Я жажду Тебя И я Я Я жажду Тебя, и я потеря без Тебя. Меня не без Тебя. Меня не без Тебя. Меня не без Тебя. Ты всё во всём. В Тебе одном нуждаюсь. Ты всё во всём. Я знаю, рядом Ты. Приблизь меня к себе. Уйти мне не позволь. Я преклоняюсь пред Тебя. Чтоб слышать, что я друг. Я не без Тебя. Ты один такой. Я не без Тебя. Я не без Тебя. Я не без Тебя. Ты всё во всём. Я не без Тебя. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И это хорошо. В определенный момент времени нам необходимо каждому что-то переживать. Бывают минуты, когда нам надо, чтобы нас никто не беспокоил, никто не дергал. Просто постоять спокойно, тихонечко, подумать о чем-то. Может, поставить свечку и успокоиться, знаете. Но каждому из нас надо понять, что наша жизнь заключена не просто во внешнем каком-то действии. Наша жизнь зависит от личного общения с Богом. И сегодня я хотел бы говорить на тему, которую я назвал так «Пшеничное зерно. Жизненный пример». На самом деле, эта тема называется «Жизненный пример». А пшеничное зерно, это чтобы вы запомнили, что это пшеничное зерно. И я бы хотел в самом начале, чтобы мы фотографию картошки, саженцы. Вот. Вот это то, что мы знаем, происходит в конце апреля, в начале мая, перед тем, как поехать на поле. Вот. У нас вот такая картошка. Правда? Кто садил когда-нибудь картошку? Все знают там все-таки. Следующая фотография. Следующая фотография. Текст уберите пока. Вот это то, что остается от картошки, от картофана, когда там выкапываешь. И следующую фотографию. А вот то, что мы хотим получить. Вот это, в принципе, ради чего вот эта пастивная вся. Мы сеем, чтобы потом пожать хороший урожай. И то, что мы вкладываем, мы же реально ожидаем, и мы получаем это. Мы получаем реальный результат. Давайте откроем Евангелие от Иоанна и посмотрим это место. Евангелие от Иоанна. Двенадцатая глава. Двадцать четвертый стих. Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много лада. Я думаю, что в Израиле в то время картошки не было. Ну, во всяком случае, я подумал, что пшеничное зерно, можно заменить на картофельное зерно, чтобы было нагляднее. Ну, для нас же это же понятно. Картошка – это сила. Это второй хлеб. Так вот, когда мы говорим о зерне, Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам. Реально, обратите внимание, друзья, когда я читаю Писание, и я читаю, что истинно говорю вам, Господь обращается, я понимаю, что это истинно. Иисус говорит истину. И мы прислушиваемся к этому. Но когда я читаю в Писании, истинно, истинно говорю вам, это значит, в два раза сильнее истинно. Надо быть внимательным к тому, о чем говорит Иисус. А Иисус говорит очень внимательно. Послушайте, Он говорит, истинно, истинно говорю вам. Если семя, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Я люблю это выражение, никто не хотел умирать. Мы не хотим умирать. Нам хочется жить. Всем хочется жить. Никто не хочет свою жизнь потратить, вот просто взять и умереть. Но Иисус говорит в 25 стихе. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Он говорит о нашем посвящении, нашем вкладе, нашем посеве. Мексиканскую пословицу, пожалуйста, поставь. Это реально мексиканская пословица. Это не мексиканская пословица. Паша, будь повнимательный, пожалуйста. Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена. Порой кажется, что мы все умираем. Но на самом деле мы семена. Семена Божьего благословения, которое обязательно взрастет. Нам важно оказаться вот тем семенем, которое, может быть, умирает для себя, но обязательно будет сход. Обязательно будет результат. Обязательно будет плод. И это зависит от нашей жизни. Когда мы посвящаем свою жизнь Богу, почему я говорю об этом? Потому что я понимаю, что ничто так не изменит человека, как та картинка, которая есть внутри него. Когда мы включаем телевизор, например, вчера вечером, в воскресенье, я включаю телевизор около 9 часов. И я понимаю, что там идет программа «Время». Я, может быть, хотел, чтобы там шел шахматный турнир, например. Или там какой-нибудь турнир по футболу. Но я включаю, я понимаю, там будет идти время. Знаете почему? Потому что в сетке вещания стоит время. Трансляция, передача программы «Время». То, что запланировано, то, что вставлено в сетку вещания, то и будет транслироваться. Вы согласны со мной? Что в нашей жизни… Не услышал. Согласны или нет? Да, да. Хорошо. Ну, просто иногда я так буду задавать вопросы. Хотелось бы какую-то реакцию услышать. Что мы вкладываем, то, что у нас внутри, внутри нас есть, то и мы будем транслировать. Обязательно. Какой образ мы видим, то мы будем транслировать. Недавно я проезжал мимо одного района, район Маяка. Ну, кто знает район Маяка? Я, наверное, представляю, это один из таких, ну, мягко говоря, неблагополучных районов. Я еду, и там две машины стоят и парни, ну, лет 25, ну, до 30, наверное, стоят, и их поведение, их внешний вид, он показывает, что они из этого района. Ну, я не знаю, как вам это передать, и даже не буду пытаться это передавать. Я просто понимаю это. Я вот смотрю на них, у меня мысли в голове. Я думаю, вот эти же парни, они стоят здесь. Они же это видели. Когда-то они это видели. И то, что они видели, они это транслируют. Или, например, другой пример. Когда, вот взять, например, тех же тюремщиков, да, о которых говоришь, что, ну, дай горбатого могилы исправить, и поубивать бы их всех, да, и все такое. Это ж такие отъявленные там бандиты. Я вот думаю, лет 30-40 назад, может, кто-то 20 лет назад, они же были такими милыми детьми, которых уси-пуси только хотелось бы с ними, там, поиграться, там, порадоваться, вот мой ребенок, там, и так далее. Правда? Прошло каких-то 30-40 лет, и ты понимаешь, что это уже не ребенок. Но что ты вложил в него, как было вложено, то мы видим такой результат. Некоторые с гордостью заявляют, меня воспитала улица. Я вижу, образ воспитания заметен. Кто тебя воспитывает? Давайте посмотрим Бытие, первую главу. С самого начала, вот история человечества зарождается с того момента, когда в 26-м стихе мы читаем, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Бытие, первая глава, 26-27 стихи. Когда Бог задумал творение, понятно, что к шестому дню Бог сотворил уже практически все. И в шестой день Он творил животных и как венец творения одно из животных, как называет Соломон, называет, что сами по себе мы животные. Соломон в книге Екатерина об этом пишет, что сам по себе человек это животное. Но Бог творит венец творения, и Бог называет его сотворим человека по образу нашему, по образу нашему, по картинке, по какому-то образу. И вот в еврейской традиции понимание сотворим человека по образу нашему несет идею, не просто, знаете, раз, чик, и сотворил. А смысл такой, что мы будем лепить, творить человека. Кто мы? Мы, это и Бог, и человек. Будем творить человека по образу нашему, по образу Божьему. Именно поэтому, когда мы воспитываем детей, мы должны воспитывать не сквозь свою призму, как мы думаем, а я думаю, я буду вот так воспитывать. Дети мои должны понимать, почему фунт лихо. Ты не знаешь, меня в детстве, знаешь, как улупили? А ты тут ходишь здесь. Я тебя тоже буду держать в ежевых рукавицах. Но знаете, я вспоминаю, я вспоминаю свое прошлое. Образ, который я видел, негативный, например, ну, в примере, отца. Я видел отца пьяного. Я видел пьяного отца, пьющего и бьющего. Очень редко на волне, вот, ну, выпитого, очень редко, когда можно было отца как-нибудь раскрутить на мороженку, или что-нибудь такое. Очень редко. Обычно это был, я извиняюсь за выражение, дохлый номер. Отец пришел, все, все, по шконкам, кто не спрятался, я не виноват. Там доставалось всем. И мы пытались избежать этого. Я рос. Я думал, когда я вырасту, у меня никогда такого не будет. Но мы уже говорили о том, что в каждом из нас живут гены, в некоторых даже крокодилы. Мы уже об этом говорили. И они, они они вылазят. А некоторые гены реально зубастые. И ты понимаешь, что это проблема. И вроде ничего такого. Откуда что берется? И поднимается изнутри. ты понимаешь, что это то, что было вложено в тебя. Когда я уверовал в Господа, я решил, в моей семье мои дети никогда не увидят меня пьяным. Ни пьяным, ни выпившим, никогда меня не увидят в таком состоянии. потому что я понимаю, что это зло. И я рад, что я держусь. Но знаете, суть не в том, что мне так хочется выпить, вот просто вы не представляете себе. но я еще держусь. Вообще нет. Самый простой вариант исключить полностью, когда ты себе все. Все. Нет. Ни одного. Я помню, приезжал к родственникам на юг, а там наливают давай выпьем. Давай выпьем. Я говорю, я не пью. А я пью. Что здесь пить? Я говорю, я вообще не пью. Слушай, тебя кто пить заставляет? Это просто домашнее вино. Просто поднимем, посидим, отдохнем, все. И понимаете, а еще в Советском Союзе это вот это, я извиняюсь за выражение, дебильная эта фраза. Ты меня уважаешь. Слушай, не уважал бы, вообще не пришел бы сюда. Пришел, значит, еще наливать, а ты меня уважаешь. Если вот пьешь, значит, уважаешь. А не пьешь, значит, не уважаешь. Ну, просто. Ты понимаешь, что если ты будешь поступать по образу этого мира, то ты и будешь таким. Давайте откроем послание к Риму на 12 главу. Послание к Риму на 12 глава. Она начинается с того, что апостол Павел говорит такими серьезными словами с первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертв, живую, святую, благоугодную, Богу для разумного служения вашего». Она начинается с того, что Павел подводит какой-то некий итог. «Итак, послушайте, самое главное, вывод, знаете, вывод такой. Итак, вывод. «Умоляю вас, братья». И вот это слово «умоляю» в моем понимании это реально сильное слово. Это «умоляю тебя, пожалуйста, я тебя очень прошу, я тебя умоляю». «Умоляю». Вы когда-нибудь умоляли когда-нибудь кого-нибудь? «Я умоляю тебя». Не уходи, или не делай этого. «Я умоляю тебя, пожалуйста». «Я тебе это важно». Апостол Павел говорит, «Я умоляю вас, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу». Для чего? Для разумного служения вашего. Чтобы ваше служение было разумным, имело ну как бы имело смысл. И дальше он говорит, «И не сообразуйтесь с веком силы». Не сообразуйтесь. Не имейте такой же образ, не сообразуйтесь. Что такое образ, друзья мои? Образ – это какая-то картинка, правда? Это то, что ты видишь, то, что ты представляешь. Слово «образа» что-нибудь у вас говорит? образа. Какая ассоциация у вас со словом «образа»? Иконы, образ, образ Божий. Вот есть такая ассоциация? Давайте посмотрим современную, современную иконостас. ассоциация у вас. Это не то. Ром, пересядь, пожалуйста. Вот. Современный иконостас. инстаграм, фейсбук, твиттер. Чем мне иконостас? Я должен зачекиниться. Я был вот там-то. Как же я местность поменял? Селфи. Сделали селфи. Выставили обязательно. При этом проследили. Так, кто кому понравилось, не понравилось, ах, кто нет, что это такое? Я прочитал, тут один пишет, у меня лайков зависимость. О, беда. Я понимаю, что это может быть шуткой и так далее. Но реально, ты посмотришь, и весь мир в этом. Фейсбук, ну вываливают, ну все подряд там вываливают туда. Фейсбук, ВКонтакте, а Инстаграм там все, я так понимаю, что там все перемешано, там все завалено. Я решил Инстаграм завести себя. Инстаграм подключил, и дочка у меня смотрит, папа, а ты что, Инстаграм завел? Я говорю, ну да, зарегистрировался, а что? Ты что, тогда будешь фотографии выкладывать? Я говорю, нет, просто зарегистрировался. Зачем тебе это надо? Я говорю, ну ладно. И мой Инстаграм сейчас перешел в этот церковное прославление, по-моему, ведет мой Инстаграм. Мне повещение приходит иногда, что там что-то такое в группу запустили это. Я вот думаю, слушай, реально, я реально отсталый человек. Я иногда себя осуждаю за это. Правда, честное слово говорю. А иногда себя вообще бодрю себя, думаю, вообще молодец, Армен, молодец, что ничего не выставляешь. Потому что как посмотришь, там столько всего. Думаю, когда у людей время есть это все делать? Это же как на работу. Вышел и начал заниматься тем, что фотографии отправляешь, что-то пишешь. Не, я понимаю, что люди, пальцы молодых людей более натренированы, чем взрослых. С годами пальцы не так развиты. Друзья мои, я просто понимаю то, что какой образ нам важно нести в себя. Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь. Слово преобразуйтесь несет идею изменения, то есть изменения образа, который ты имеешь. Преобразуйтесь каким образом? Обновлением ума вашего. Еще раз, я не хочу никого обидеть, каждый поступает по поводу совершения своего ума. Я говорю свои соображения, что я думаю по этому поводу. Есть образ, который нам навязывают. Нам навязывают, вот, к примеру, если мы видим, к примеру, например, находясь в Соединенных Штатах, я, например, не слышал там, что такая была агитация против России. Зато у нас в России все говорят, что там в Америке там только русских и поливают, что чуть ли не там американцы готовятся к войне с русскими. Слушайте, ну, в Латвии то же самое. Я был там раз пять, наверное, в Латвии. Ой, там в Латвии русских не любят. Я в магазин захожу, вот в Латвии, ну, я был, правда, давненько уже, но сколько я был, вот, постоянно разговоры эти были. Нет, нормально люди разговаривают, там общаются, никто злыми глазами на тебя не смотрит. Все нормально, все спокойно. А накручивается-то, образ, штампы делают нам, чтобы у нас было такое представление. Слушайте, друзья мои, нам важно познавать истину. Не то, что происходит вовне. Справедливости в этом мире мы не найдем. Порядка в этом мире мы не найдем. Слово Божие говорит, удали нечестивого от престола царя и престол его утвердится правдой. Если есть нечестивые люди, наше дело молиться, что Бог удалил нечестивых людей. Так молитесь за начальство власти, так благословляйте начальство власти, чтобы и нам был мир. Но мы не найдем Царство Божие здесь на земле. Царство Божие внутри нас есть. Оно внутри нас. Какой образ мы имеем. Смотрите, в первом послании Петра, во второй главе, первое послание Петра, вторая глава, мы читаем 17 стиха. Всех почитайте, братство любите, Бога боитесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Апостол Петр четко пишет, что это воля Божья, если мы даже страдаем несправедливо, но мы страдаем помышляя о Боге. Лучше помышляя о Боге страдать несправедливо, чем быть справедливым и не страдать. Вот я бьюсь за свою позицию, меня выгнали с работы, начальник думал, что я молчать буду, а я молчать не стану, я все ему высказал. А знаешь почему? Он был несправедлив ко мне, я ему все так и сказал, я не трус там какой-то, я ему все сказал. Слушай, апостол Петр, его нельзя считать трусом. В отличие от всех других апостолов, апостол Петр постоянно свое говорил. И этот же апостол Петр говорит, слуги или подчиненные со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Дальше он пишет в 20 стихе, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Если ты сделал что-то и тебя бьют за это, наказывают, так правильно, так тебе и надо. Сейчас одну эту картинку я не сбросил, но она умиляет меня. Сейчас, секундочку. опять я ее не найду. Я на первом собрании тоже хотел показать. Там принцип такой, что живи выше свое представление. Служи людям, помогай другим, общайся с мудрыми людьми. Нам важно находиться выше того, чем мы себе представляем. Когда мы варимся в своем, а я вот такой, какой я есть. Принимайте меня таким, какой я есть. Будь больше, будь выше этого. Давайте посмотрим дальше. Когда апостол Петр пишет в 21 стихе, «Ибо вы к тому призваны, потому что И도 Т� пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдая несправедливо, помышляя о Боге, переносе скорби, страдая несправедливо, ибо вы к тому призваны, потому что И도 пострадал за нас, оставив нам пример». Иисус дает нам какой-то образ, какой-то пример, на что мы можем равняться, дабы мы шли по следам Его, след в след, как Иисус говорит, и мы идем за Ним, мы идем, как Он говорит, в Гефсимании, когда Петр вытащил меч из ножен и ударил одного из рабов первосвященнических, Иисус говорит, убери меч из ножны, или ты думаешь, что я не могу умолить Отца и вышить более, нежели 12 легионов ангелов, я могу это сделать, я могу умолить Отца, значит, я мог бы молиться так Отцу, и Отец выслал бы мне, зачем 12 легионов, одного ангела было бы достаточно, 12 легионов, 72 тысячи ангелов. Да там потерялся бы весь город, потерялся бы. Иисус говорит, я могу это сделать, но не сделаю. Когда Его обвиняли, привели Иисуса к Понти-Калату, и там лжесвидетели были, говорили против Него. Иисус написано, был безгласен, как агнец, Он ничего не говорил в Своем оправдании, Он просто молчал и принял эту участь. А у нас почему-то не так. Дальше, еще мысль. Важно не носить образ, а жить по образу. Я тут задумался, когда спрашиваешь у человека, верует ли он в Господа Иисуса Христа, он так достает, да вот, я крещеный, крест вот. И люди носят образ, а сами не несут, не живут по этому образу. И недавно, вот я буквально размышлял на эту тему, откроем четвертую книгу царств. Я на первом собрании такую шутку сказал, думаю, что вы поймете. Некоторые не доживают до четвертой книги царств. Где-то в третьей книге они там уже погибают вместе с Давидом в битве в очередной. Так вот, четвертой книге царств. В восемнадцатой главе рассказана история, вот какая. Четвертое царство. Восемнадцатая глава. В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Иезекия, сын Ахаза, царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Давайте почитаем, что же он делал. Он отменил высоты, высоты это высотные места в горах, где принесли жертвы. Отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, которая оставалась от Соломона. Это все от Соломона осталось, который в угоду своим женам иноземным. Он и капище строил, и высоты, и так далее. Срубил высоты, срубил дубраву и истребил медного змея, смотрите, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кодили ему и называли его Нехуштан. Сыны Израилевы кодили Нехуштану. Покажите картинку медного змея. Эта картина, известная картина Федора Бруни, или Бруни. Огромная картина, в Русском музее она хранится. Ее вес, вес холста около 70 килограммов. Там что-то 8,5 на 5, почти 6 метров. Огромная картина. Около там 25 лет она писалась, эта картина. Медный змей. Знаете, что такое? Этот медный змей в книге чисел. Мы сейчас пойдем туда, посмотрим. Спасибо. Здесь все равно не так. Пожалуйста, в Санкт-Петербург поезжайте, там вот так будет видно. Шикарная картина. Этого медного змея, здесь мы читаем, сделал Моисей. Но до самых тех дней, до самых дней Езекии. А знаете, сколько это самые эти дни? Я посмотрел, по времени посчитал, почти 740 лет. 740 лет медный змей хранили и поклонялись Ему. Я не знаю, как вы, я был в шоке. Число 21 главу давайте откроем. Число 21. И читаем здесь 5 стиха. Я сейчас еще по одной теме пройдусь. И говорил народ против Бога. Число 21.5. И против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. Когда мы читаем это, душе нашей опротивила эта негодная пища, мы должны понимать, что это идет речь о манне небесной, которая поднималась каждый день с утра вместе с росой. Манна небесная. И недавно один брат посчитал. Если с учетом того, что один гамор на человека, один гамор это около 2,5 литров в день, на одного человека, евреи было около 2 миллионов, каждый день, 365 дней в году, 40 лет, этой манны небесной, которая поднималась от земли, было около 23,5 тысяч тонн. Это 23,5 миллиона килограмм. 23 миллиона 500 тысяч килограмм манны за 40 лет. Много или мало, как думаете? По-моему, это просто цифра, ну, вообще сокрушительная. И эти евреи говорят, душе нашей опротивила эта негодная пища. Слушай, суши бесплатно не привозят домой. Еще деньги просят за то, чтобы ты заплатил за эти суши. Тебе тут хлеб прямо надо. Ты вышел из дома, хоп, зачеркнул себе манны. Нет, там лентяи тоже были. Вот утром я встал рано поутру, думаю, давай-ка наберу на завтра тоже. Набрал и на завтра тоже. А все сгнило, потому что на каждый день должно быть. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Насущный хлеб на каждый день дается. Мы не можем впрок брать. Я сейчас наемся впрок. Вот так обычно бывает в Новый год. Наедаешься от пуза, потом думаешь, о, я сейчас на все выходные, я сейчас наелся. Ага. К вечеру следующего дня уже все начинает подсасывать. Немощное плодь-то требует подпитки. И реально мы, мы свою плоть, мы питаем. А дух нуждается в пище, хлебе насущном. Каждый день. Каждый день. А эти евреи говорят, душе нашей опротивила эта негодная пища. И что мы читаем? Шестой стих. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народу из сынов Израилевых. Около 20 тысяч человек погибло там. Вовремя одумались. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись-ка ты Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисея на роде. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змею ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Этот медный змей, это милость Бога. Посмотри на крест. И ты останешься жив. Этот змей был в форме креста. Нас жалят ядовитые змеи. Я однажды спрашиваю, какое же жало смерти у верующих? Вот задам вам вопрос. Какое жало смерти? Кто может сказать? Жало смерти что? Что такое жало смерти? Что является жалом смерти? Кто может сказать? Грех, конечно же. Пять баллов. Жало смерти грех, а сила греха закон. Как змей жалит нас грехом? Ядовитые змеи, они так и подстерегают нас, они искушают нас везде. Друзья мои, за наши грехи мы достойны смерти. Но каждый раз, когда мы поднимаем свой взгляд на этого медного змея, на Христа, который был распят за нас, мы остаемся в живых. Но это одна сторона. А другая сторона, 740 лет народ оставил себе этого медного змея и приходили и поклоняются ему. Вот, вот, слава тебе, слава тебе, медный змей. Ты не змею поклоняйся, а ты поклоняйся Богу. Служи Богу живому. Не носи образ, а живи этим образом. Это то, что я говорю, вот эта картинка, вот, крест у меня есть образ, вот он, медный змей, вот он, я его ношу. Да, я крещеный. И что? Что с того, когда человек только имеет внешний такой образ, знаете, а внутри его не имеет? Ну, смысл такой. Нет, это нормально, внешнее проявление, оно нужно. Ну, я вообще ничего не имею против креста. Некоторые говорят, о, вот, крест нельзя на себе носить, там, это, это место проклятия. Слушайте, это, это образ. Для меня это просто образ. Но я-то понимаю, что для многих это образ много значит. А ты хоть крещеный? Да, я хоть крещеный, на, вот, тебе, вот, видишь крест? О, вижу теперь, вижу. Для некоторых людей вот, вот важный такой стимул. Я говорю, а вы что, армяне и христиане? Я говорю, слушай, когда мы христианами были, вы где были? Я горжусь этим. Я знаю историю. А когда люди невежды, они цепляются за что-то внешнее, знаете, внешний образ такой, вот, вот мы. А где вы были? Огню поклонялись, камням, солнцу поклоняемся, вот мы, блины мы печем, масленица. Язычество натуральное. Вот мы носим образ перстного, до сих пор носим образ перстного. Мы должны уже наконец нести образ небесного. Какой образ небесный нам важно получить? Это пример, который Иисус оставил нам. Апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне, как я Христу. Павел, который гнал Христа, который хотел уничтожить Церковь Божию, Он посвятил свою жизнь Христу, когда встретился с Ним лично. И Он везде говорит об этом. Давайте посмотрим первое послание Фессалоникийцам. Первое Фессалоникийцам. Он говорит с 6 стиха 1 главы. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Да так приняли, что вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахаии. Вы стали подражателями нам и Господу. Да так стали подражать нам и Господу, что вы сами стали образцом для верных в Македонии и Ахаии. Образ, который мы имеем, пример, который мы имеем в людях Божьих, мы берем это для того, чтобы стать образцом для подражания других». Доска почета, образцовые, передовые люди. И это здорово. Кто там впереди? Понятно, мы не возвышаем человека, но поверьте, что у апостола Павла там будет в небесах, у него гораздо выше будет позиция, чем у многих из нас. Я извиняюсь за такое, может быть, сравнение, чем у всех из нас. Потому что, как апостол Павел посвящал свою жизнь ради Христа, и как мы посвящаем. Ну давайте, вот давайте честными будем. Сколько мы посвящаем свое времени Господу, служению. И сколько делал апостол Павел? Ну, конечно, апостол Павел был не женат. Ну да. Так-то да. Я просто женат. Ты родился женатым, что ли? У меня так учится, что я всю жизнь женатый человек. Но я же понимаю, что я же не родился женатым. Я рос. Потом, когда пришло время, я же понял, что мне надо жениться. Я женился? Я вообще не жалею. Я счастлив, что я могу быть женатым человеком. Но это же не отменяет моего посвящения Богу. Правда? Таковы и будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Вот даже Павел обо мне жалеет, что я женился. Некоторые так воспринимают свадьбу, женитьбу, как прям бремя, знаете, на всю жизнь такое, знаете. Все. Окольцевали тебя, бедолагу. Окольцевали тебя. Мужчины, жените, женщины, мужайтесь. Это просто беда просто какая-то. Так это счастье. Один прогоняет тысячу, двое прогоняет тьму. Тут главное между собой найти взаимопонимание. А там все будет замечательно. Проблема вот во внутренних отношениях. А не, а так вообще супер. Если договорился, сговорился со своим напарником, то ты вообще счастливчик. Просто благодари Бога, наслаждайся жизнью. Но когда вот нету договоренности, когда терки начинаются, они же начинаются. А железо, железо острит. А как он острит? И начинается такая битва. А искры так. Искра. Из искры возгорится пламя там, ну и так далее. И начинается вот такое. Вовремя не остановился. Все. Женатые люди согласны со мной или нет? Понимают? Ну так, в этом-то весь смак. В этом-то вот смирение. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Когда вот мы смиряем свои души, смиряться сложно. Но это благословенно. Смотрим дальше. Мы должны стать примером для других. Послание филиппийцам 3 глава. Филиппийцам 3 глава. 17 стих. Апостол Павел говорит, подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. По образу, какой имеете в нас. Какой образ? Что такое образ? Образ это формирование. Это не знаете, вот раз тебе дали образ и все, и вот по этому образу ты и живешь. Нет, образ это формирование. Пример или образ должен быть в нашем сердце и разуме проявлены в действии. Он постоянно формируется, мы меняемся, друзья мои. И послание к римлянам в 6 главе, там в 17 стихе сказано, что как раньше мы предавали свои члены в орудие греху, так сейчас давайте посвящать себя в орудие правды, члены нашего тела, посвящать себя Богу, чтобы Бог проявлялся, чтобы образ Божий был через нас. Давайте посмотрим еще одно место. послание к Колоссянам, 3 глава. Я упущу одну тему, но надеюсь, что когда-нибудь будет более расширенная версия этой темы, и я расскажу больше. На первом собрании я сказал, скользь немножечко, на тему из Евангелия Таана, 13 главы, но сегодня, если говорить не будем, откроем послание к Колоссянам, 3 главу, и почитаем 13 и 14 стихи. Давайте с 12 даже. И так облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, и давайте будем внимательны, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Однажды к Иисусу подошел молодой человек и говорит, Господи, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной имение свое. Он говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вот у меня есть жалоба, и вот я прихожу и жалуюсь. Вот раньше назвали этих жалобщиков ябедами. Ты что, ябеда? Нет, ябеда, корябеда. Помните это выражение? Ну это же ябеда. Кто хочет быть ябедой? Жалобщиком. И апостол Павел пишет, если кто на кого имеет жалобу, снисходи друг к другу и прощай взаимно. И там двоеточие стоит и показано, как это сделать. Как Христос простил вас, так и вы. А как Христос простил нас? Христос простил вас незаслуженно. Кто-нибудь мне может объяснить выражение любите врагов ваших? Как можно любить врагов? Кто-нибудь может мне объяснить? Побеждать добром? Вот ну как вот? Вот у тебя есть враг. Ты понимаешь, что ты для него враг. Как любить врага? Мы сейчас можем массу версий предложить. Давайте скажем так. Это легко? Это нормально или нет? Сначала нет, потом, да? Не знаю, вот для меня любить врагов, молитесь за обижающих вас, благословляйте гонителей ваших, а еще, о, шикарно еще, благотворите ненавидящим вас. Тебя ненавидят, а ты идешь и еще благотворишь, благословляешь, что-нибудь. Вообще я не понимаю этого. А тут суть не в том, чтобы наша коробочка это все поняла. Потому что у нас заложен, знаете, образ. Мы однажды вкусили от древа познания добра и зла. И вот мы все размышляем. Вот это добро, а это зло. Я-то добрый человек, я-то нормальный. А вот здесь самое-то зло, вот оно где. Вот он против меня что-то имеет. Он что, не понимает, что у меня-то была совсем другая мотивация? Что, обвиняет меня еще в чем-то? Потому что других-то мы судим по поступкам, а себя по мотивации. Мы-то лучше знаем, мы-то чувствуем, что я-то совсем другое имел в виду. Не важно, что ты имел в виду, как ты сделал, как ты поступил. Это вызывает соответствующую реакцию. Любите врагов ваших. Невозможно любить врагов. Врагов нельзя любить. Их надо просто любить. Их нельзя полюбить. Если у тебя не будет любви Божьей, их нельзя полюбить. Некоторые пытаются. Ну ладно, написано любите врагов ваших. Я сейчас их буду любить. И когда мы вот так напрягаемся и хотим их любить, сначала мы их любим, потом еще любим, а потом уже так не любим. потому что зла моего не хватает на него. Да что такое? Я его еще люблю, еще прощаю ему, а все равно, понимаешь, что в лоб, что по лбу. Кто-то сказал такую фразу, достать человека легче, чем до него дотянуться. Достать человека легче, чем до него дотянуться. Ты попробуй дотянись до глубины его души. Достать-то легко. Я помню фразу, девушка идет с сыном, а он что-то там шумит, там балуется что-то. И она такую фразу бросает, она, наверное, не думала об этом. А я запомнился. Она говорит, я не пойму, ты меня хочешь довезти или вывезти? Одно и то же. Но достать легче там, чем дотянуться. Попробуй услышать человека. Попробуй дотянуться до него. Не просто носи образ, а живи по образу, который ты имеешь. Наш образ это Иисус Христос. Практический пример. Снисходите друг к другу. Прощайте. Прощайте взаимно. Если кто имеет на кого жалобу, прощайте. Как Христос просил, так и вы. Наша задача научиться прощать. Когда мы будем это делать, вот тогда мы будем иметь достойный образ. Да поможет нам Бог в этом. Аминь. Встанем, давайте, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Молимся, чтобы Твое Слово Господь приделось в нашем сердце. Молю Тебя, Господь, научи нас не носить образ перстного, Господь, но носить небесный образ. Господь, видеть Тебя перед собой, Господи, следовать за Тобой, Иисус. Потому что, если у нас не будет общения с Тобой, если мы не будем поклоняться Тебе, Господь, служить Тебе, то тщетно всякое наше служение, тщетно наша вера, Господи, она бесполезна, это только как пустой звук, Господи. Это пара, являющаяся на малое время. Господи, помоги нам измениться. Помоги нам ходить в общении с Тобой, Господь, жить Тобой, Иисус. Иисус. Мы нуждаем в Тебе. Прости нам наши долги, Господь. Очисти нас от всякой скверной, Господь. И мы также прощаем должникам нашим, Господь. Ты сказал, в молитве Господней, прощайте, и будете прощены. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш небесный простит вам согрешения ваши. Господи, молимся про сильные долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прощаем, Господи. И молимся, и нас прости, Господь, очисти нас во имя Иисуса Христа. За все Тебе благодарим и славим, Боже, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья мои, вот то, к чему мы идем, пшеничное зерно, жизненный пример. Что мы посеем, то мы пожнем. Если семя, падши в землю, не умрет, то оно останется одно. А если умрет, то оно принесет много плода. Позвольте Богу использовать нас как семена. Давайте будем стараться, может быть, отказываться с каждым днем от чего-то, что мешает нам в нашем общении с кем-то. Давайте научимся служить друг другу, научимся любить, научимся прощать друг другу. Для нас это важно, потому что это будет менять нас. Если кто захочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто посеет свою душу ради Господа, ради Евангелия, тот обретет ее. Я хотел бы обратиться к тем людям в зале, кто, может быть, первый раз пришел к нам на богослужение и никогда в своей жизни не молились молитвой покаяния. Если в зале есть такие люди, которые никогда не молились молитвой грешника, я прочитаю эту молитву слух, и я попрошу вас присоединиться со мной в этой молитве вместе со всеми нами. Мы прочитаем эту молитву вслух, молитву покаяния. Прочитайте ее от сердца, как бы это ваша была молитва. Она и есть ваша молитва. Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, к Сыну Божьему, я прошу Тебя, прости все мои грехи. Ты умер за меня на кресте, я грешник. Ты умер и воскрес, чтобы оправдать меня пред Богом. Прости все мои грехи. Очисти меня от всякой неправды. Води в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. я молюсь Тебе, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.